Почему возникает горечь во рту по утрам? Симптомом каких заболеваний может быть горечь во рту утром? Как можно уменьшить горечь во рту при помощи домашних средств? Смотрите видео до конца и узнаете, почему иногда во рту горький привкус. Иногда по утрам появляется во рту горький привкус. Если это возникает редко, то, скорее всего, обусловлено неблагоприятными факторами, которые произошли накануне – обильный ужин, большое количество выкуренных сигарет. Если горечь во рту нельзя объяснить событиями предыдущего дня, то необходимо обследоваться, возможно, есть серьезное заболевание. Какие причины могут приводить к появлению горечи во рту по утрам? Причин, способствующих появлению неприятного привкуса во рту достаточно много. Это может быть следующее. Сбой в работе органов пищеварения, обусловленный пищевой нагрузкой, приведший к забросу желчи в желудок и затем в пищевод. Употребление жирной, копченой, острой пищи перед сном. Заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, холецистит, холонгит. Наличие паразитов в кишечнике и желчевыводящих путях, аскоридоз, лемблиоз. Чрезмерное курение табака и употребление алкоголя. Повышенные физические нагрузки накануне, бессонница после нервного стресса, воспалительное заболевание в полости рта. Употребление некоторых медикаментов, в том числе антибиотиков и гормональных препаратов. Нарушение в работе эндокринной системы. Вот, пожалуй, перечень основных причин появления по утрам горечи во рту. Если горечь во рту появилась после погрешности в диете, знатного застолья, употребления пищи в ночное время и прошла без использования дополнительных медикаментозных средств, то стоит просто заметить себе на будущее, что не стоит раздражать свой желудочно-кишечный тракт обильной пищей и отравлять алкоголем или никотином. Правда, симптомы горечи во рту могут беспокоить ежедневно, сопровождаться другими проявлениями. Такими, как боли в желудке и правом подреберье, изжогой, отрыжкой, слабостью, расстройством стула. В такой ситуации необходимо пройти обследование, ведь этот может проявлением тяжелого заболевания. Какие болезни могут проявляться горечью во рту? Появление неприятного горького привкуса, запаха изо рта бывает при следующих болезнях. Воспаление желчного пузыря и желчных протоков, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь. Поражение печени в виде гепатита, цирроза, фиброза, паразитарных кист печени, опухоли печени. Заболевания поджелудочной железы, желудка, кишечника. Наличие онкологического процесса в организме, нарушение кроветворения, анемия, лимфома. Сахарный диабет, депрессия и бессонница. Поражение зубов и слизистой полости рта. Что делать при наличии горечи во рту по утрам? Если появляется горечь во рту в утренние часы и появляется регулярно, то следует обратиться к врачу и провести обследование. Если горечь беспокоит от случая к случаю, то необходимо изменить режим питания. Соблюдать диету с исключением продуктов, способных увеличивать выделение желчи и раздражать вкусовые рецепторы. Также надо отказаться от приема больших доз алкоголя и курения, особенно перед сном или ночью. Необходимо проанализировать принимаемые лекарства, ведь некоторые из них могут воздействовать на печень и желудок и вызывать горечь во рту. В первую очередь это антибиотики, противовоспалительные средства, гормоны. Для купирования данных проявлений возможно применение таких народных средств, как овсяный кисель, который нейтрализует желчь, попавшую в желудок. Поможет ромашковый чай, отвар семени льна. Снимут неприятный привкус овощные соки, такие как свекольный, морковный и картофельный. Можно пополоскать рот растительным маслом, просто выпить стакан теплой воды или немного добавить в воду меда и лимонного сока. Однако, если симптомы повторяются, то следует пройти обследование. Что надо обследовать? В первую очередь, следует обратиться к терапевту и сдать следующие анализы. Общий анализ крови. Покажет, есть ли воспаление или анемия. Биохимию крови с определением глюкозы и печеночных ферментов, а также показателей работы почек, что поможет выяснить возможные нарушения в организме. Кал на Копрограмму, которая выявит, есть ли нарушения пищеварения. УЗИ органов брюшной полости. После получения результатов обследований, возможно, понадобятся дополнительные исследования и осмотры специалистов. Однако, скорее всего, уже минимум проведенных исследований, позволит установить причину горечи во рту и выработать тактику лечения. Если у вас часто горечь во рту, то обратитесь к врачу. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!